Всем привет! И прямо сейчас вы увидите 23 крутых инструмента из Китая. Нажимайте пожалуйста на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и конкурсы. А те, кто досмотрят этот видос до конца, смогут поучаствовать в конкурсе с крутым призом. Поехали! Насадка на болгарку. Конечно, лепестковым кругом можно отшлифовать поверхность быстрее, чем такой ленточной шлиф-насадкой. Но преимущество этой насадки в том, что она может подлезть в труднодоступные места, где кругом не достать. Применяют ее для шлифования дерева, металла. Очень удобно шлифовать трубы. Инклинометр. Весьма нужное и полезное приспособление, о котором мало кто знает. Работает от двух мизинчиковых батареек, в комплекте они не идут. Есть режим уровня и режим измерения угла относительно наклонной поверхности. Благодаря магнитному основанию крепится к любому металлу. Таким образом, выставить угол наклона диска на циркулярной пиле относительно стола – весьма простая задача. Насадка для резки. Вставляете в дрель или шуруповерт и хорошенько зажимаете. На такой штуковиной очень удобно резать тонкий металл. Также при необходимости можно заказать специальную подставку, с которой вы сможете работать, держа только заготовку, что очень удобно при работе с небольшими деталями. Ручка для переноски. Всем знакома такая ситуация с переноской листов фанеры, когда обхватывать его очень неудобно. Такая ручка выдерживает до 80 кг. Носить фанеру, гипсокордон и стекла будет намного удобнее. Электрический гайковерт. Раскрутка-закрутка гаек, болтов и анкеров станет намного быстрее. Аккумуляторов 1300 мАч должно хватить надолго. В общем и целом, применение гайковерта ускоряет работу в десятки раз. Автовладельцы и люди, занимающиеся сборкой конструкций, думаю, уже оценили этот инструмент. Гайка-лом. Если ржавую гайку ключом открутить не получается, в дело вступает гайка-лом, который ее разрубит. Достаточно просто крутить ключ до излома гайки. При этом резьба не пострадает. Сантехнический пистолет. Имеет 4 насадки под разные виды отверстий. Если вам уже надоели засоры в вымывальнике или туалете, накачайте этот пистолет, плотно прижмите к отверстию и нажмите кнопку. Теперь вода не будет стоять. Насадка-заклепочник Хильда. Когда заклепать нужно много, такая насадка очень поможет. Поставить ее можно на шуруповерт, перфоратор или дрель. Клепает хорошо и качественно. Спиральные ступенчатые сверла. Эти три сверла могут делать отверстия от 4 до 32 мм. Тем самым они заменяют целую кучу обычных сверл. Благодаря спиральной канавке стружка отлично выходит. Также большие отверстия сверлить намного проще и получаются они ровнее, чем обычным сверлом. Сварочный аппарат. Конечно же многие знают, что Дека выпускает достаточно качественные аппараты. В эту модель можно даже четверку электрод ставить, если не боитесь, что он сгорит. В комплекте также приходит масса, держатель, щиток и щетка. Проработав немалое время сварщиком, до сих пор не могу понять, зачем эти щитки ложат в комплект. Магнитная масса. Что мне не нравится в обычных массах для сварки, то, что они быстро перегорают. У продавца есть массы для аппаратов разной мощности. Они отлично подходят для крепления на любую поверхность, даже трубы. При повороте рычага магнит отключается и вся стружка осыпается. Это очень удобно. Мини токарный станок. Таким станком можно работать прямо на балконе. Имеет обороты от 4000 до 7200 оборотов в минуту. Регулятор расположен на блоке питания. В комплект продавец кидает целых 6 резцов. Мощности будет хватать только для работ по дереву. И тем не менее, станок пользуется популярностью. Набор резцов. Они имеют удобные закругленные ручки. С таким набором из 5 резцов можно сделать много крутых штук. Резцы заточены хорошо. Работать будет одно удовольствие. Если, конечно, вы любите делать ручную работу. Бормашинка. Как говорится, незаменимый инструмент стоматолога. Ну а данный инструмент предназначен далеко не для зубов. Он поможет вам заточить, обрезать, просверлить и выгравировать с высокой точностью. На количество насадок продавец не поскупился. Их очень много. Этот инструмент должен значительно облегчить выполнение мелких работ. Набор отверток Jackami. Включает в себя 30 различных бит, удлинитель и пинцет. Разобрать ваш гаджет с таким набором будет очень просто. А многие даже заказывают его в качестве подарка. Намагничиватель отверток. Очень нужная штуковина. Ей можно как намагничивать, так и размагничивать отвертки. Для размагничивания достаточно всунуть в отверстие и подержать буквально секунду. Все, к отвертке ничего не прилипнет. Валик для покраски. На вид вроде самый обыкновенный валик. Но это не так. Этот валик с подачей краски. Больше вам не придется макать ролик в краску. Достаточно просто набрать ее в держатель и можете спокойно себе красить. Набор экстракторов. Как по вашему, возможно открутить шуруп с сорванными гранями. Можно конечно сдуру вдавить биту, но он уже навряд ли открутится. При этом еще и биту реально сломать. Самое простое решение это использовать экстрактор. Одной из сторон вы расцвеживаете отверстие, а второй просто и без особых усилий выкручиваете. Подходит даже для болтов. Точилка для ножей. В этом на вид простом приспособлении можно выставить угол заточки. В комплекте приходит 4 камня 120, 320, 600 и 1500 грит. Также станком очень удобно точить ножницы и различные инструменты. Если постараться, то с помощью 1500 камня можно заточить нож до остроты лезвия бритвы. Цифровой микроскоп. Может увеличить в 600 раз. В нем также есть русский язык. Можно снимать видео и делать фото. Подойдет для тех, кто занимается заточкой ножей и пайкой различных плат. Перчатки со светодиодами. Да, в таких перчатках руки не согреешь. Но они и не предназначены для этого. В их нужно работать. Светодиоды будут гореть даже если перчатки промокнут. А еще такие перчатки очень хорошо использовать на ночной рыбалке. Просекатель для профиля. Те, кто работал с гипсокордоном, сразу понял для чего нужен этот инструмент. А нужен он для соединения профилей между собой, чтобы их не клепать и не брать на саморезы. Люксметр. Этот измерительный прибор поможет измерить освещенность, создаваемую различными источниками света. Работает прибор от кроны. Приходит вместе с удобным чехлом. Применяют в основном для замера освещенности на рабочем месте. Ну и в теплицах, чтобы лучше росло. Комментарии, которые остались без лайка из прошлой видеоподборки. А для участия в конкурсе нужно поставить лайк под этим видео, написать любой комментарий, абсолютно что угодно. Все комментарии под видео участвуют. И быть подписанным на мой канал. Итоги будут уже совсем скоро. Не забудь поучаствовать. На канале очень много видео на различные темы. Выбирайте нужный вам плейлист и смотрите видосики. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok